Шлема это не представляет из себя боевые варианты, то есть это страйкбольные шлема, просто макеты. А боевые они такие же, да? Боевые только на мне сейчас. Крепление для ночного прицела, то есть для ночного видения прибора, для прибора тепловизора, то есть и фонарик можно отклонить. А прошли можете про свой, но если его снять, то сказать, что на нем вообще есть, из чего состоит, просто интересно. Это реально боевой шлем, да, у вас сейчас? Шлем компании Атлас, делается в Сибири, подвесная система, очень мягкая, удобная, практичная. Есть, то есть утяжка, она, ну, то есть просто вытянул, когда одел, как тебе удобно, и он на тебе держится, он уже не собьет, ничего. А он из чего шлем состоит? Это железяка? Это СВМП, сверхмолекулярный полиэтилен. Очень, ну, очень крепкий, ну, попробуйте постучать. Ну, да, это камень какой-то. Выдерживает попадание под углом 90 градусов пули 7,62. А вот это вот для чего, вот эти все штуки? Это крепятся активные наушники. Вот эта вот плашечка выдвигается. Вот так выдвигается, заезжает наушники, заезжается штука такой. Они тут крепятся. Тут также два наушника. Это чтобы наушники активные нужны, чтобы тебя, ну, не оглушило в процессе выполнения боевых задач. А, они глушат? Они, ну, да, они компенсируют звук. Там до 120 децибел примерно. Ну, они нормально компенсируют. Вот. Надеваешь. А вот эти все липучки тут что? Это, ну, повесить какую-нибудь нашивку. Ну, вот как у меня. Надо запомнить, главное, пот экономит кровь. Пот экономит кровь. А очки тоже какие-то специальные? Очки и горнолыжные очки с усиленным стеклом. А боевых очков не существует или существует? Есть противоосколочные варианты, но просто таких у меня здесь нет. А у Сингер типа вот этих, да? Активные, да. Но это обычный вариант есть, который просто крепится вот с двух сторон на эти, на плашки.